Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, мы продолжаем с вами Shadow Fight и мир Маркуса. Мир Маркуса у нас с вами, вот шкала осталась непройденная последняя с боссом. Тут, судя по всему, будет, наверное, сражение 4 или 5 от силы, потому что я... Только недавно дошло до меня, что вот тут вот такое вот большое-большое-большое ответвление идет. Это 6 или 7 боев мы там аж отыгрывали. Вот, но в сумме их все равно 15-16 там, наверное, было, да? Как ни крути. Ну что ж, ребят, продолжаем. Давайте прогоним по предложениям. На данный момент я записываю буквально в один день, потому что и устойчивости хватает, и сил, в принципе, хватает, и... 775к тратить я пока не буду. С устойчивостью вроде все пойдет. Так, предложения у нас тут есть какие-то. Знаю, что с сетом Тарлана есть что-то, есть что-то с вождем, вот этим вождем, вожделенным. Где он, кстати? Вот он. Предложений просто куча. Предложений безумная куча. И это жесть. Очень все интересно в мире Маркуса. Давайте продолжать. Смотреть, читать. На мосту между мирами вечно борются свет и тьма. Победитель неизвестен. Но тот, кто знает победителя, может управлять миром. Раз уж бессмертные сделали легион теневым? Наверное, тьма сильнее. Нет, бессмертные сами поклоняются свету. Он сильнее тьмы. Именно поэтому они сохраняют власть. Ребят, надеюсь, что вы поддерживаете видосы по Shadow Fight 3, лайками, просмотрами, комментами. Я также хочу, чтобы вы поддерживали остальные видосы. Это очень важно, потому что, ну, блин, правда, мы уже столько снимаем роликов для вас, а очень-очень мало просмотров. Это очень плохо. И всячески, ну, это как бы не мотивирует много, понимаешь? И как бы хочется после этого ничего не делать. Вот в плане Ютуба уж точно. Поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку. И ссылочки на поддержку есть в описании. А на лайки, ссылочек нет, вы их ставите сами, как и комменты. Так вот, почему они истребляют королевский рот. Они не хотят, чтобы светом владел кто-то еще. Посмотрите, что они сделали с этим отреченным. Он преграждает нам путь. Теперь он служит им, а не свету. Им нет прощения. Темный отреченный. Это что? Получив смертельный урон, противник входит в теневую форму с полной энергией и становится неизвестно 10 секунд. Противник быстро накапливает теневую энергию. Получаемый вами урон. Игнорирует силу вашей экипировки. Окей. Не забывай... Так, Алога, успокойся, пожалуйста. Постоянно вылазит Алога. Генерал. Генерал Алога. Войско. Так, ну сейчас нам нужно проиграть. Посмотрим, что мы сможем. Темный отреченный, вау. Крутой. Крутой, отреченный, темный. Так, ну мы его попробуем завалить. Пусть он нас убьет. Я, конечно, не знаю, что он будет со мной делать потом. Очень даже не знаю. Ведь у него включится бессмертие. Это будет неприятно, я уверен. Давайте хотя бы я оценю ситуацию. Насколько я его смогу одолеть. Мне кажется, это точно надо делать не с посохом. Потому что это будет очень все плохо. Ну-ка. Не, можно попытаться, наверное, что-то сделать. Но я не уверен, что с посохом я это смогу сделать. Но сейчас проверим. Сейчас проверим. Если что, включим другое какое-то оружие. Может, экипировку добавим. Я знал его. Он пел красивее всех в хоре башни. Я никогда не прощу бессмертных. Никогда. Так, ну, хорошо. Хельга, если что, с ним терла. За жизнь. За то, кто съел последние сосиски. Я не знаю. Ну, там, наверное, в башне, наверное, не сосиски были. Кто съел последний хлеб? Возможно. Не буду я сильно дерзить. Буду расстояние держать. С палкой сложновато будет с ним справляться. Плюс он бессмертный еще у нас немножко тут. Так, вот здесь я дерзить не хочу. Но вот это вот нельзя. Так, но ты умереть должен, по идее. Хорошо. У меня персонаж просто из приличия только что упал. Мой дружище вот этот. Он только что сам упал. Из приличия. Потому что надо было, понимаешь? Чтобы темный отреченый не обижался сильно. Он ходум и дай-ка, тоже упаду. А то обидно пацану будет. Так, окей. Вот сейчас плохо будет. Сейчас надо сразу обилить. Вот сейчас бы время как-то поэкономить бы, блин. Вот это сейчас хорошо очень, кстати. До свидания, чувак. Красиво, да? Это же надо так умудриться умереть в воздухе, когда спецприем делал. Вот это хорошо. А в итоге приземлился уже, ну, никакой человек. Абсолютно никакой. Так, прогрузка идет. Все, прошла прогрузка. Что там у нас? Печати войны. Ну, смотри, я пока не стал покупать доспех фанга. Путь открыт. Устойчивость и так дает. Что-то генерал весь белый, как поганка. Я не нагоняю, если что. Не протився ни в наваждению, генерал. Взойди на мост между мирами. МММ это называется, ребята. МММ, мост между мирами. Я буду сопровождать тебя. Да что ты несешь, женщина? Он умирает. Он может умереть, если не победит скверну. Но если победит, он будет жить вечно в свете. Доверься свету, генерал. Песня Хельги. Северян пленила пение Хельги. Они говорят, что у нее голос самого солнца. И что ее песни приносят удачу в бою. Анекдот сержанта. Ну, там что-то матерное наверняка было, да? Что-то матерное. Сержант дергает вас за рукав. Скорее всего, он хочет успеть рассказать вам что-то очень важное. Да подкатывает он ко мне, елки-палки. Он на свидание меня зовет. Возьму Хельгу. Сошлись они на вершине горы. Три дня и три ночи пели мечи. И Патрик пал и сгинул в моче. В ночи. Спонджбоб и все эти ребята. И год над полями не шли дожди. Слезы бедной Лорены поили поля. Напростила она и ты прости. Отправились мы все куда-нибудь там. Ну, я про ебеня, но... Ну, ладно. А если бы я сержанта выбрал, мне вот интересно, какой бы был диалог. Вы мне можете в комментарии писать, если что? Мне очень интересно было бы знать, правда. Потому что, я так полагаю, часть диалогов от этого утерялась, да? Или что? Давайте сегодня зигунь попробуем. 35 тысяч сил. Ты можешь себе представить? 35 тысяч сил. Окей. Ты пришел. Наконец-то ты пришел. Я жду тебя так давно, сестрица Хельга. Спасибо, что привела сюда. Мойра, ты здесь. Ничего не бойся. Мы защитим тебя. Твой отец. Он отдал свою душу теням. Я знаю. Но папа все еще любит Легион. Он просто забыл об этом. Он вспомнит. Беспечные дети. Ничего изменить нельзя. Король подчиняется моему хозяину. Мой хозяин всесилен. И его армия растет с каждым днем. А теперь и ты пополнишь их ряды, генерал. Ты обречен. И если тени поселились в твоей душе, возврата нет. Ты проиграл эту войну. Не слушай его. Он заплутал во времени и потерял надежду. Видишь эту звезду? Свет не покинет тебя. Верь. Ты победишь скверну. Так. Прощающий боец. Песня Хельги не дает скверни возвращать вам полученный урон. Ооо. Вот этот музон мне нравится. Очень. Так. Это получается что? Это сейчас будет скверно? Я скверно буду драться? Скверно. Ух ты. Так это ж потомок тени. Главный. Тот самый. Ого-го-го-го. А он силен. А он крутой. А вот я его попробую с Сензигунь завалить. Если у меня получится это сделать, конечно. С пикирующим орлом. Смотри какой, а. Но я определенно его выиграю. Давайте дадим ему себя выиграть. Чтоб диалог прочесть. Но там что-то важное наверняка скажут. Давайте попробуем. Ооо. Он уже с яйдокатаной. Ничего себе. Типа теперь ты Иту стал? А. Может. Может это типа отсылочка такая. Там Джун. А здесь Иту. Да. Наверное из-за этого. Потому что сейчас мир Маркуса идет. И тут не может быть в принципе вот этого товарища с гигантским старожилом. Поэтому как бы это логично. Не сдавайся. Сейчас нельзя сдаться. Я верю в тебя. Я очень верю. Так. Все. Я понял. Давайте попробуем Сензигунью пройти. У меня получилось это сделать. Он постоянно находится в теневой форме. И от этого мне конечно не сладко и не жарко. Но все-таки давай попробуем. Попробуем его одолеть. Офигеть. Так. Вот сейчас наступаю я. Да. Тут я наступаю бесконечно и больно. Хочется Сензигунь задействовать в победе над ним. Это очень интересно будет. Окей. Ох как больно-то. Так иди ко мне. Да ладно тебе. Блин. Он жесткий такой. Я хочу с помощью Сензигунь его победить. И голым. Ну. В том обличии в котором я сейчас. Я у него забираю один раунд. Без проблем в принципе. Там урона хватает. Если в открытую заходит. Пикирующий очень больно бьет. Если что. Можно попробовать сейчас. Сразу ему короче набросить. Спецприем. Отлично. Подловил. Так. Отлично. Смотри. Прервал. Теневуху прервал. Так. Вот сейчас плохо было. Да ладно тебе. Блин. Я так красиво выигрывал. Просто от моих ног атака. Атака. Она никакая там будет. Там будет все очень плохо. Я сейчас так красиво сделал. Если что. Я просто. Прервал теневую ему. Вот сейчас вообще годно было. Сейчас с Яйда Катаной справиться бы. Но у Яйда Катаны. Он может метательное снаряжение в меня кинуть. Скорее всего там иглы будут. Потому что у Яйда Катаны. Частенько всякие иглы там ставят в металку. Возможно. Сейчас попробуем. Ну это все, да? Отлично. Отлично. То есть смотри. Захотел и сделал. Захотел и сделал. И прошел. Шикарно. Это топчик. Топчег. Я бы даже сказал. Что-то какие-то прогрузочки долгие, неприятные. Так, продолжить. Ржавый пройдоха. Облегченный колпак и рубины. Отлично. Мужайся, маленькая кузина. Тебе предстоит возглавить страну и стать истинной королевой. Будь сильной. Это не так, сестрица. Да, я королева легиона. Но истинная королева спасительница мира не я. Ей еще только предстоит родиться. Дядя Урсус не позволит мне уйти. Тайны света и теней дают ему силу. Я слишком мала, чтобы понять эти тайны. Но может нам это удастся? Слушай меня, голос теней. Свет открыл мне, что ты знаешь три тайны мира. Тайну света, тайну тьмы и их общую тайну. Потому что их знает мой хозяин. Я лишь его тень, его скверна. И он не хочет, чтобы кто-то знал эти тайны. Он сильнее всех, и я творю его волю. Во всех мирах, да. Во всех мирах ты теперь подчиняешься ему. Но здесь, между мирами, у тебя есть собственная воля. Говори. Так. Собственная воля его это хорошо. Но. Украшенный эпический меч. 24 тысячи силы. Сейчас чисто на устойчивость вытаскивать будем, походу. Я открою вам тайну света и почему он покинул легион. Когда тень искал способ меня уничтожить, он назначил троих избранных, чтобы оградить мир от моей силы. Стрела мира, стрела разума и стрела веры должны были принести клятву в храме. Но тень исчез, и правители легиона лишились веры. Легионеры не хотели ждать. Вместо того, чтобы принести клятву, они атаковали храм и были разбиты. Они хотели получить все и потеряли все. Веру отринули во имя силы, а легион потерял контроль над сферой. Вместо легионера, стрелы, веры была утверждена стрела силы. Династ. Говорят, вера это сила, способная изменить законы природы, изменить прошлое. Мое сердце не знает веры. А твое, генерал? Так, заря империи. Урон противника возрастает со временем. Оба, смотри, 116 к устойчивости, к 116. Кажется, мы пришли к тому моменту, когда устойчивость и сила сейчас очень сильно будут взаимозависимы. Силы мало, а устойчивость уже впритык подошла. Вот это хорошо. Сейчас будут какие-то микро-проблемы. Призрак прошлого. Так, это этот, папа Джун. Император. Мне бы сейчас узнать, какой урон я буду наносить двуручникам, потому что император, конечно, урон классный вдаривает мне, но я хочу посмотреть, что двуручник сможет сделать с ним. Двуручник не делает ни черта. Это связано с устойчивостью. Я понял. Так, сейчас возьмем что-то более интересное. А может там что-то в требованиях такое жестенькое, заря империи? Нет, его урон только возрастает и все. То есть это совершенно с оружием никаким образом не связано. 116 тысяч требуется. Сейчас проверим. Сейчас диалог глянем и посмотрим, что со стойкостью не так вообще у меня. Так, давай поскорее, пожалуйста. Тайна света откроется только тому, кто не устрашается зла. Не устрашится зла. Что с тобой не так? Что с устойчивостью? Куда смотреть? Рекомендуемое 116-750. Ага. Все понятно. Так, получается... Подожди, подожди. А там еще есть один сюжетный квест? Там два сюжетных квеста. Но я его в любом случае выполню. Так, значит, смотрите. Давайте возьмем сейчас для силы что? Честно, я бы взял тенерез. Я бы попробовал с тенерезом порассекать. Но порассекаю с арбитром двуручником. Мне кажется, это будет очень интересно тоже. Пусть это будет. А насчет устойчивости. Давайте возьмем... Давайте... Так, вообще, наверное, какие-то сеты собирались там, да? Нет? Мы же уже как бы что-то открывали. Нет, ничего не собиралось. Так. Здесь надо пройти ивент. Здесь... Здесь... Вот это давай покупаем. Отлично. Так. Козырек пока не трогаем. Так, устойчивость. Устойчивость. Давай парочку сундуков откроем. Мы можем себе позволить открыть... Лайтовый сундук. Синий. В нем что-то будет явно. Что-то из простой экипировки, естественно, в нем будет. Устойчивость нам сейчас очень нужна. Рубины я на тот козырек фанга тратить пока не хочу. Да, там 115 рубинов, но... Все-таки рубинов мало сейчас. И... Вдруг однажды получится так, что мы в доске удачи еще поиграем. Хотя не уверен в этом. Когда ее там запустят, я не знаю. Вот. Но простые вещи... Так, вот шляпа фельдшера выпадает. Вот это уже хорошо. Может мы сейчас экипировку... Адзумы соберем и так, в принципе. То есть без ивента. Если это получится сделать, то это будет прекрасно. Я бы был не против, если честно, собрать его экипировку. Тем более, смотри, она уже сейчас выпадает. Может даже не придется события трогать. Сейчас события не особо хочется как-то трогать, потому что... Ну, блин. Они очень сильно усиляют персонажа, а уже некуда, понимаешь? Силы так полно. Так, у меня еще сентябрьский марафон есть. Я совсем об этом забыл, ребята. Я специально для вас 750 устойчивости сохранил и эпический пак. Давайте мы это все заберем сразу сейчас. Так, открыть пак. Я специально дождался мир Маркуса. Просто я не вижу смысла проходить весь сентябрьский марафон, зная, что мир Маркуса может выйти в любой момент. Вот, и лучше уж сохранить эти паки на самое вкусное, на мир Маркуса. Так, смотри, уже у нас, наверное, что-то там можно предоставить. Да, 118 тысяч устойчивости стало. Проблема только, получается, в силе будет. Но силу я сам себе так сбил, потому что, сами понимаете, что проходить все на легкой сложности будет неинтересно. Прокачка у меня очень сильная. Теперь, наверное, двуручник может что-то там предоставить императору. Да, он может ему неплохо предоставить по лицу тоже. Окей. Так, вот сейчас интересно будет. Устойчивости хватает, и это главное. Призрак прошлого. Как призрак оперы, только прошлого. Окей. Он меня спокойно не в блок набрасывает. А у него, кстати, урон еще поднимается со временем. Тут надо быть очень аккуратным. Если мне правильно, если мне не изменили только что глаза, я ему только что ляху прочертил просто клинком. Просто насквозь почесал ему ногу. И урон получил я. Ты серьезно? Тебе только что клинок проходит между ног? Практически между двумя половинками попки. Вот так вот выстраивается. Вот так вот ровно прям так, да? Накидывается туда. И ты меня еще сносишь при этом? Чувак, ты, пожалуйста, давай это. Хорош лук этот кушать. Это все, конечно, прикольно, но я лично видел... Мы все лично видели, все зрители, подписчики, друзья, лично видели, что меч вошел просто тебе в булки только что. Идеально причем. Идеалити. Блокалити. Понял? Это называется блокалити. Блокалити, но уроналити все равно лите, как говорится, туда лите. Ладно, лети. Сейчас мы тебе двуручник лети... С ноги получалите, что ли, опять? Да елки-палки, лети, лети. Так куда ты полетел-то? Я же не просил тебя. Так, ладно. Не, я хочу это сделать. Ребят, двуручник это классно. У него легендарный спецприем, и я не успокоюсь, пока я императора сейчас не снесу этим легендарным спецприемом. Мне, мне... Я мазохист в шедоуфате, я серьезно говорю. Когда речь доходит до возможности проходить невозможно, это, 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 это ко мне. Это сразу ко мне, потому что я первую часть мира Маркуса проходил. Проходил, вот, проходил так, что, эх. Там надо было устойчивость собирать, это была главная сложность. А здесь я могу просто, блин, делать челлендж. Вот, вот это я хотел. Вот это я хотел. Сейчас во втором раунде, если мне так же удастся сделать ему, будет классно. Император, блин. Откатись, товарищ. Так, вот сейчас опасно. Сейчас. Тихо. Это, это, это все, это... Офигеть, аж меч ушел. Меч аж в правую сторону укатился. Как, просто как мячик, вот так вот. Так, слушай, император жесткий, правда. Было бы забавно, если бы он еще в теневую тварь превращался сейчас. Я бы вообще, наверное, тогда офигел. Так, вот сейчас опасно. Вот сейчас опасно. Вот сейчас очень опасно. Ляху больше ты не поднимешь, все. Больше в ляху этот меч не войдет. Это, это, это тогда случайно было. У тебя просто ляха слишком открылась и... Нет, я, я прям впритык между ляхой чертил. Я, я не понимаю, как это вообще произошло так. Ну, конечно, финал второй части мира Маркуса мы оставим на следующую серию. Самое вкусное на потом, как говорится. Вот. А сейчас у нас с устойчивостью с вами. Ты живешь в мире силы, генерал. Вера покинула его в тот час, когда была разрушена сфера. В этом мире не было ни храма, ни стрел. Тень разрушил сферу и отдал свою жизнь, чтобы спасти короля от скверны. Он не верил, что можно победить тьму. И тьма поработила короля, а свет исчез из сердец легиона. Потому что свет живет только там, где живет Вера. Теперь вы знаете тайну света, но тайна света и тьмы все еще далеко. Маркус заговорил какими-то словами интересными, да? Прям, прям, прям лютейшими словами заговорил Маркус. Возьмем тенерез в следующий раз. Я не хочу приливом это делать. Я бы хотел попробовать это сделать обходом. Обход очень интересный спецприем. Он реально обходит и делает интересно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Влад. Увидимся в новой серии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok